всем привет даже дорогие зрители и подписчики канала вы как все на канале семена чемодайнах с вами я славян и мы в ярославской области в прекрасном месте на волге единственное что непрекрасно нам пока не везет с погодой от чего мы очень сильно отвыкли но мы все-таки южные ребята всегда солнце здесь что-то солнце нет уже второй день изначально мы предложили родителям переждать эту непогоду дома но они не согласились потому что отпуск сроки сжатые потому что потом ближе к выходным здесь будет очень сложно поставить палатку короче кучу 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 нюансов с которым мы просто спорить не стали все-таки говорится приехали в гости вот и отправились уже непосредственно так но сегодня я хочу вам показать что потихонечку начинает погода радовать видите уже мы даже увидели синий цвет сегодня с утра еще даже 10 утра нету вот по прогнозу завтра будет просто вау послезавтра будет вау говорят что ни единого облачка не будет вот но не знаю посмотрим что сегодня нас ждет я тоже не знаю поэтому обязательно досматривать этот выпуск до конца сделаю максимально насыщенным у нас теперь есть дрон мы его починили смотрите предыдущие видеоролики кто не посмотрел кадры с воздуха как всегда постараемся сегодня что-нибудь поймать вчера кстати была одна маленькая только рыбка мы отпустили и погнали в новый выпуск перед тем как мы с вами продолжим я хочу вам кое-что порекомендовать мы очень много путешествуем смотрим изучаем какие-то различные места проверяем маршруты проверяем какие-то столовые кафе и рестораны где-то ночуем дикарями где-то заселяемся в какие-то гостевые дома в гостинице так вот для того чтобы вам было проще путешествовать по нашему югу крыму абхазии мы написали наши авторские гайды у нас их целых пять это гайд по крыму и крымы пропутешествовали и продолжаем путешествовать как дикарями так и так сказать отель на там есть локации рекомендации куча маршрутов и достопримечательности очень много всего следующий наш авторский гайд по большой анапе там тоже куча всего есть контакты жилья маршруты достопримечательности туристические и нетуристические далее по большому геленджику там тоже куча информации Есть тропы, по которым никто не ходит, возвышенности горы, крутые пляжи, также столовые рекомендации, советы. Следующий наш авторский гайд по большому Сочи. Это очень большой гайд, состоящий из двух частей, но все-таки Сочи-то большое. Мы разделили этот город на все районы и дали максимальную информацию. Все пропутешествовали, посмотрели, изучили, поэтому смело приобретайте. А для тех, кто захочет отправиться в Абхазию, мы написали авторский гайд по Абхазии. Друзья, ценность этого гайда настолько огромная, ну как бы в любом случае это другая страна. Там есть также рекомендации, советы, кафе, где действительно можно вкусно покушать, недорого, но где-то цены как бы ресторанные. Мы все проверили, где покупать шашлыки, где покупать даже памперсы, тоже это все отметили. Как снимать деньги, где снимать деньги, какие карты собрать и так далее, ну подобное. Все найдете в этом гайде. Ребятки, наши гайды стоят всего лишь 490 рублей каждый. Приобретайте, путешествуйте с удовольствием по этим местам. Как приобрести, есть ссылочка в описании. Просто нажали, приобрели и погнали в путешествие. Темка все утро начинает снова с рыбалки. Заходит ему рыбалочка, заходит. А вдруг рыбак будет потом профессиональный. Да, Темка? Сегодня еще думаем качнуть моторную лодку. Но тоже посмотрим. Пока пойдем. Завтракать. По прикиду Мирончика можно понять, насколько у нас тепло. А, ну и Настенькина, мы в этой одежде в Сочи зимой ходили. Наверное, зимняя одежда. Ладно, доброе утро. Доброе утро, старая. У нас вышло солнце. Видите, по-моему, лицо? Я вам сейчас больше покажу. Посмотрите, пацаны сразу же раздеваются, потому что действительно стало так тепленько, так хорошо, да. Да, они играют там в футбол. Достали лодку, моторка. Сейчас будем накачивать. Это будет первый запуск этой лодки. Вот так вот. Меречка, правда, села и не дает ее никак взять. У нас, короче, Мирон сам уползает. Вот здесь вот сам спускается и пошел прямо вот так вот в одежде в реку. Ура! Я наконец-то купаюсь! Сынчик, ну ты вообще... Одеваешь и погоду не дождешься, нахрен. Буду купаться. И опять ползает вон туда. Я думаю, может, дров испугается, а не будет лезть, и бесполезно. Ой, сынчик. И что мы теперь тебе одевать будем? Что? Одежду, которая куча. А это стирать надо и сушить. Вот такой вот ребенок в море. Папа, на море не похоже. А, у меня, кажется, он водоросли ест. Анапские водоросли, сын. Анапские. Кушай. Волушки. Дайте мне порыбачить. Удочку мне дайте, подтяну. Сейчас сначала помоем ее. Сейчас помоем его. А, ну его тоже. А, тебе тоже надо помочь. Надо всем помочь. Всем надо помогать. О, пацаны моют. Папа, не дайте, чтобы я не могу. Ну дай. Так, сейчас будет чистое-чистое, как новое. Потом дело за мотором. А сюда можно два мотора, получается, да, крепить? Один? Два крепления. Это для тронцевых колес. А, понял. О, Чамка, молодец, помощник. Ну, какова красота. Вы только гляньте на эту женщину. Наски маме грязные сдаем. Где носки твои? Наску-то борщица привалила. Как вам такой лук? Вот они мамы, Наски лук. Насенька хочет сделать себе фотографии. А все фотографии сможете увидеть у Насеньки в Телеграм. В канале. А они мокрые? Да, стирать будем все. Так. Вот на пророде тоже можно тусить. Ты тусишь, ты тусишь, да? В мои ворота нельзя. И даже в шорчиках, да? Тусим, идем стирать на речку. Понял? Мы перед тесткой приобрели себе вот такой вот тестер. Измерение нитратов. Я уже делал замер, а пока что-то ехали, купили арбуз. Я причем отцу говорю, ты что, не умеешь арбузы покупать? Надо же вроде брать, когда вот эта вот жопа должна быть максимально желтая. Значит, он давно, ну короче, зреет. То есть, они будут нормальные. Ну посмотрим сейчас. Смотрите, выбираем, значит, здесь арбуз. 60 миллиграмм на килограмм. Бахаем сюда щуп. И нажимаем окей. Сейчас посмотрим. 118. Значительное превышение нормы. По сути, этот арбуз кушать нельзя. Но особенно возле шкурки. Мы когда его разрежем, замерим сердцевину. Но вот возле шкурки точно есть уже не будем. Там же покупали еще дыню. Вот выбираем дыню. Вставляем щуп и нажимаем окей. 90 миллиграмм норма. Окей. Идет измерение. О, ноль, представляете, ноль. Содержание нитратов в норме. Нифига себе. Прикиньте. Супер дыня. Сейчас у родителей вот такой вот лагерь. Конечно, они уже несколько раз его обновляли. Но в целом большой. А когда-то давно, много-много лет назад, они начинали вот с этой вот палатки. Представляете, тут уже ни замки не работают. Хопа. Ничего не работает. Но они ее возят. Чисто вот когда внуки приезжают, чтобы внуки использовали эту палатку как дом. Ну, типа свой поиграть для игрушек. Опа. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас вам покажу. Опа. Че-то она какая-то заломанная стала. Вот так это выглядит. Самый первый отдых был именно вот в этой вот палатке. Мадемуазель стирает после фотосессии. А я хочу вам показать, какие порошки мы используем. Вот видите, вот это вот экологический порошок. И вообще мыло и так далее, и то подобное лучше на природе. Средства для посуды. Средства для посуды. Средства для посуды. Для туалета. До 15% кэшбэка при выборе категории. И до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы. А это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке, вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну конечно кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно оформите и посмотрите и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали. Ну что, все. Собрали. Мотор установили. Красота какая, посмотрите. Топливо залили. Все. Сейчас просто. Опа. Опа. Смотрите, лодочка как яхта, понимаете. Белые носочки. Исключительно как на яхтах в Сочи. Так. Так, смотрите, в общем, вот такой вот мотор. Микацо. Что-то там. У данного мотора нету нейтральной передачи, поэтому, чтобы просто стоять, рыбачить и бросить катер, нужно его заглушить. Это дыр-дыр-дыр заводка. Одевать надо как штаны. У нас, значит, есть жилеты. Это ног у тебя. Все, плывем. Ой, лески. А, вот так рулить, все. У-у-у, парни. У-у-у. Здесь есть такой интересный плюс. Ты, получается, включил скорость и все. И она как бы сама плывет. Вот на максимум поставил и все. Ой, корабль. Рядом сейчас будем с кораблем вот этим большим проходить. Будет очень круто. У лодки, кстати, еще что классно, пол полностью деревянный. Можно вставать, стоять и здорово. И мягкий. Да, нравится? Да. Да. Лодки не спеем. Все, в Ярославль плывем, пацаны. Все, в Ярославль плывем. Мы забрали мамульку. А мамулька говорит, да тут берег плыви. И вот, вы видите, подплываем уже почти к соседнему берегу. Мы там где-то стоим. А сейчас подплываем на этот берег. Да, красоты. Я высадил детей. Взял Ласеньку и Мирончика. Да, и мама с нами. Мы такие быстрые. Да. Измеритель нитрайтов в деле. Так, Тем, подожди. Включаем. Чик. Нажимаем с Темиком. Это мой арбуз. Во, а сейчас показывает 64. Незначительное превышение нормы. То есть, вот я говорю, в центре арбузик есть можно. А дыня, конечно, вообще классная. Прям очень вкусная. Мы всегда в них пор используем вот такой биотуалет. Кому нужны названия. Вот. Или. Или вот. Вот. Ну, какие-то маркировки, да. Вообще, верхний бакучок на 20 литров. Соответственно, это тоже на 20 литров. Суперудобная штука, на самом деле. Раньше у нас было просто ведро туалет. Вот, как у соседей. Покажу. Вот, видите, такое у них большое. А у нас было такое половинчатое. Дальше. Мы, значит, использовали сначала вот такие вот оригинальные средства. Вот здесь немножко осталось для нижнего бачка. Это, то есть, выпускает именно производитель этих биотуалетов. Вот. Но. Этого совсем, кстати, мало. Я хотел купить. 2 500 стоит 2 баллона таких. Поэтому я зажепил деньги и купил вот такие российские. Экологические. Вот. Экологически безопасно. Их можно просто сливать в землю. Здесь, значит, емкость. Это нижний бачок на 20... Если емкость бака 20 литров, 50 миллилитров разводим на 2 литра воды. То есть, здесь литр. То есть, хватит вообще надолго. И аналогично же с верхним. Вот сейчас буду... Низ еще есть у меня. Вот это средство налито. А верх надо заправить. Закончилась вода. А вот, кстати, эти биотуалеты нарисованы как раз. Этой же марки. Получается, в туалете откручивается крышка верхнего бака. Это смыв. Вот, видите, он пустой. Воздух там втягивает. И все, сейчас 50 миллилитров, значит, заливаем. И заливаем 5 литров воды. Нам 5 литров всегда достаточно. Хватает вообще надолго. Ну и, собственно, давайте покажу, как пользоваться. Сделал дело. Открыл крышку, да. Вот. И вот так вот смысл. Вот. Вообще красота. Там это все дело перемешивается. Потом отстегивается верхний бак. И все. Также есть стульчак. Пока мне не совсем есть что делать. Я решил нарезать фанеру. Для того, чтобы вот в багажнике, я уже говорил, сделать такой модуль. Будет выдвигаться кухня. И плюс дополнительная будет полка. Вот. Конечно, фанеру пилить это огромное удовольствие, в кавычках. Таких нужно нарезать 4 листа. Хорошо, хоть я верхнюю полку взял четко по размеру. Ну, какая продавалась, я не знаю. Повезло. То есть процесс показывать не буду. Местами чисто так. Потом в итоге интересно посмотреть, что получится. Здесь такие красавцы ходят. Прямо рядом, рядом. Ну, сегодня вот мы на лодке, да, когда с вами плавали. Видели один уже? Ну, это был такой, типа, товарняк. Камень возят. А это какой-то... Николай Карамзин, что ли? Откуда-то едет. Там люди стоят на палубах. Кто катался, может быть, напишите. Как там, что там есть. Какие эмоции. А мы пока вот на таких вот жигулях гоняем. С мотором 3,5. Так, смотрите, я вам покажу, какая здесь красота есть на лодке. Такие крепления. Подудочки. С борта закидывать. И вот здесь вот еще есть такие самодельные. Кстати, тоже из трубы. Я вон душ делаю, да, из трубы. А здесь вот подудочки. Это для спиннинга. И поплывем ловить щуку. Надеюсь, у нас это получится. А то мы до сих пор ничего не поймали. Пацаны кидают, кидают. Какие-то не рыбаки. Их надо уволить. Единственное время, когда мы с Настенькой можем максимально поработать, это обед. И то при условии, когда все наши дети спят. И сегодня именно такой день. Мирончик, все новенькие колясочки. Пацаны в машине спят. А Настенька вот, вот, пожалуйста. Попила чай и работает. Вот так вот. А я продолжаю, продолжаю, продолжаю выпиливать фанеру. Сделал только один лист. Кстати, если вдруг кто-то будет повторять, и такой же рукожоп. Вот. Ну, как лайфхаком, да. Смотрите, я вот где пильнул, получат здесь такие... Как они правильно, господи. Короче, выступают эти колючие херовины. Напильник берем. Вот так вот. Жик-жик-жик-жик. Закруглили края. И прям идеально. Вот. Лайфхак ловите от меня. Вот я про что говорил. Видите, вот эти вот заусенцы такие торчат. Их надо так вот чуть-чуть-чуть напильником. И получается красота. Пока у нас мальчишки спят, Настенька сидела и написала в группу во Вконтакте еще одну статейку знакомства с нами. Мы давно запустили, да, эту штуку? Сколько дней назад? Я три только пишу, почему-то только я про себя. Ну так ты о нас всех напишешь, у меня есть другие дела. Я вообще пишу о мамне только. Короче, смысл такой, что мы как-то в группе во Вконтакте провели опрос. Было бы интересно более с дальних времен с нами познакомиться. Проголосовало огромное количество людей, что да, типа давайте. И мы запустили. Но просто Настенька пишет все это дело. Я говорю, про меня тоже пиши, она не хочет. Смысл в чем? Ссылочку на группу во Вконтакте я оставляю. Переходите, читайте, ознакомьтесь, знакомьтесь с нами с разной стороны. У нас, кстати, во Вконтакте уже больше 15 тысяч. Это много, это сильно. Хватит всем переживать. Мне покажите себя, я отдыхаю. Понятно. Мы с Мирончиком будем показать промежуточный результат. Смотрите, у нас, кстати, погодка испортилась. Вот такая вот история. Мы уже здесь все замерили. Вот здесь вот будет выкатываться модуль. Будет, короче, круто-круто. Здесь у нас, вот получается, отсюда будет выкатываться модуль. Здесь, собственно, вот сразу замерил. Видите, холодильник вмещается, биотч и 20-литровая бутылка воды. Вот тут по бокам будем мелочевку какую-то разбрасывать. Собственно, красота. И чтобы спать, вот, собственно, все же убрано, так же и будет хорошо. А стол, уже сам стол, будем ложить просто наверх. Но у нас также, когда встанет на крышу багажник уже большой, бокс, то вот это вот все, вот эти вот все вещи, они уберутся полностью в багажник. И у нас здесь получится какой-то такой некий простор. Так, немного доработки. Смотрите, обязательно поставил перемычку. И еще у меня вот тут получается розетка. 12 вольта. Нужно под нее тоже было сделать такую норку. Сейчас, момент. Опа! Все. Встала. И... Ну и все, вот. Розетка. Отлично. Если сразу спросите, о, как же типа... Вон она, видите, открывается. Типа, как же типа на ходу, там, например, холодильник. Все на самом деле достаточно просто. Можно био поставить вперед, бутылку назад. Там, соответственно, образуется простор. А в принципе там небольшая-то клемма. Поэтому все нормально. На крайняк можно из салона кинуть удлинитель. И все. И запитать весь багажник. Вот. Как вам? В комментариях пишите. У нас время к вечеру. Мы сейчас будем разводить костер, жарить картошку, делать шашлык. Так. У нас вот так вот, такими большими листами накрыты дрова. Здесь уже есть напиленные. Мы вчера их пилили бензопилой. Я говорю, у меня такая мощь выросла. Один собрал, Тёмка собрал мангал наш. Кривой будем двумя мангалами значит делать. Мирончик, господи. Родиончик, он распилил все это дело все бензопилой и сложил вот сюда все. Вообще парни красавчики. Сейчас не знаю, Мирончик подрастет, будет посуду мыть. У нас почти готов уже. Без углей будем. Очень много дров, поэтому шашлык будет, естественно, гораздо-гораздо вкуснее. Так, наши приплыли, плавали куда-то на лодке. Так, Родик пытается бить топором. Я так же. Так. Не балуйтесь, никакого смеха. Да. Молодец, Родик. Подожди, подожди, мне что-то рука. Рубим дерево, да, папа? Учу пацанов рубить. В принципе, получается. Стой, это большой. Ну что, пока костер прогорает, я одеваю свои ананасовые морские шорты и бегу купаться. На самом деле, завтра уже будет жара, по тридцатку, поэтому сегодня вечером уже очень сильно тепло. Погнали. На самом деле, красота бомбическая, но дно здесь, такие огромные камни, вот если дальше зайти, поэтому я думаю, что лучше с лодочки нырять. Маскорб, мастер. Маскорб. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу показать вам, какая будет красота Смотрите, тазик с овощами Баклажаны, кабачки, перец, картошка Ну, собственно, все, как мы любим обычно А здесь уже непосредственно Сам шашлык Ура, и красота Все, сейчас это на решетку Это на шампурике И будет вау, вау, вау Смотрите, какая вкуснотища у нас получается А шашлык такой вкусный Вау Я не знаю, извиняюсь, конечно, если кто голодный смотрит Но я просто не могу вам Не показать эту вкуснотищу Ребята, собирайтесь Гоу на природу На шашлычок Ау, красота Маленькая вкуснятина Ой, смотри, какой не светом отличается Дедушка Смотрите, это похоже на коричневый А это на красный Это вот так, блин, вкусно Ну что, с овощами? А это что, соус? Мы собрались на рыбалку Берем такую коробку Точно Мне еще нужно одеть жилет Опа 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 Мужики за добычей Настена идут За добычей А? За русалками За русалками Посмотрите Лимузин уже подъехал Смотри, пап, мне голове камень Стойте, мне же надо тогда тапочки взять Настенка, береги наш лагерь Не-не, мы же на рыбалку идем На рыбалку зачем? Вот, короче, когда проходишь Через вот так вдоль берега Там очень много травы Видишь, что происходит здесь? Да, мотает Ага, все Только поднималась Уже скинулась Сейчас кидаем ряк Рякарь Рякарь кидаем Кидай рякарь И затем рякарь Якорь? Чтобы лодка Нет, чтобы лодка не уплывала Или глубину проверять? Нет, проверяют холотом А может, дедушка, чтобы плывет на берег? Я тебе игрю здесь мелко Так, ну что, надеюсь, вернемся с уловом Закидываем Это как Дон Капогда? Это как Дон Капогда? Нет, это не Капогда Это спиннинг Его вот так Короче, нам позвонила Настенька Говорит, вы сейчас вместо рыбы Поедете на рыбалку тапочек Мы, короче, плывем Где тапочки А наши тапочки уже в озере Уплыли Тем, садись Ой, Жень Ой, Жень Ой, Жень Они тапочки Там фига специально называется Папа Я буду с тобой Я буду с тобой Давай уточку Давай Давай Первый есть Опа, третий Там еще один Закинул И поймал Первый раз в жизни Щуку поймал Вот это да Охренеть Радости Видали? Видали, пацаны А зачем? Давай, пацаны, спрашивали у меня Короче, представляете Я вот ее взял Специально, чтобы пожарить Она такая, грамм 200 У нее внутри еще там Еще есть рыба Представляете? Она, ну, как вам показать-то Даже не знаю Ну-ка, Настенка, попробуй ее рот открыть Нет, я не буду Я покажу Ты попробуй рот открыть В общем, вот этот маленький говорит Отпусти ее И прям плакать начал Говорит, ты чего, говорит Рыбу есть Да, она жестока Ну, короче Мы ее будем отпускать Ладно, мечта моя сбылась Я поймал рыбу Щуку точнее Ну ладно, плыви, подруга Пока, пока, рыбка Выживет, выживет Нет, даже не нужно Да Давай, золотая рыбка Пока, щука Да, конечно Мы сейчас будем ставить треногу И греть чай Чай на костре получается очень-очень классно Единственное, что очень много комаров налетело Но мы вон штаны Ну, может, и, конечно, делали Сразу спачили Но сегодня хочется прям так посидеть Чай попить Завтра у нас приезжают родные Будем встречать Запоем Хоть толпой вдвоем Знаю точно Весь год Очень быстро пройдет И увидимся вновь За накрытым столом И еще много всего Так давай запоем Хоть толпой Хоть вдвоем Знаю точно Весь год Очень быстро пройдет И увидимся вновь За накрытым столом Впереди еще много всего